Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия, и в этом видео я хочу Вам показать несколько прибавок для выполнения регланных линий. От того, как Вы будете делать прибавки в своем изделии, зависит то, как будет выглядеть Ваша регланная линия. Некоторые виды прибавок я Вам хочу сегодня показать, а Вы попробуйте каждый из них и подбирайте эти прибавки под свою пряжу, то есть смотрите, как будет смотреться та или иная прибавка в Вашей пряже. Для того, чтобы это видео продвигалось Ютубом и его увидели не только Вы, но и девчонки, которым будет необходим данный урок, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, ну а для того, чтобы Вы не потеряли этот урок, нажимайте на кнопки поделиться, либо сохранить к себе. Итак, давайте приступим, смотрите, вот такой вариант прибавок, за счет которого получается некая косичка, либо цепочка из петелек. Давайте посмотрим, как он провязывается. Итак, мы с Вами вяжем изделие по рисунку и доходим до линии реглана. Линия реглана у меня обозначена здесь маркером и сейчас мы перед маркером будем делать прибавку. Я не довязала до маркера две петли, завожу спицу в обе петли и провязываю их вместе лицевой, но пока не снимаю эти две петли с левой спицы. Делаю накид и еще раз завожу спицу в петли, вытягиваю еще одну петлю, то есть смотрите, у нас с Вами, вот теперь сняла петельки, у нас с Вами было две петли, мы с Вами вывязали три, то есть мы сделали здесь одну прибавку. Далее я переснимаю маркер и вот здесь вот мне нужно, чтобы вот эти петли стояли у меня правой стенкой назад, потому что я буду сейчас вязать за заднюю стенку. Точно так же мы их провязываем вместе, не снимаем эти петли со спицы, делаем накид и еще вывязываем одну петлю. В итоге у нас с Вами получилось три петли. Дальше мы вяжем свое изделие по рисунку. Таким образом мы с Вами делаем прибавки в каждом втором ряду. Следующий ряд мы будем провязывать по рисунку, то есть если у нас поворотное вязание, значит в следующем ряду у нас будет это место провязано изнаночными петлями. Если у нас вязание по кругу, значит здесь мы провяжем эти петли лицевыми. Очень красивая получается линия реглана, я надеюсь Вы будете ее использовать. Следующий вариант прибавок, вот такие вот лепестки красивые. Давайте посмотрим, как провязываются они. В этом случае у меня также стоит маркер, который показывает мне где линия реглана и до нее я не довязала 3 петли. Смотрите, петли у меня развернуты правой стенкой вперед и мне сейчас эти три петли надо провязать с наклоном вправо, поэтому я поддеваю их все вместе, вывожу оттуда петлю, делаю накид, то есть этот способ у нас похож на предыдущий, снова вывожу петлю, уже 3 петельки, еще делаю 1 накид и достаю еще одну петлю. Вот теперь снимаем петли с левой спицы. Смотрите, было у нас 3 петли, стало 5, то есть мы вывязали 3 петли и 2 накида, стало 5 петелек. Далее мы перекидываем маркер и вот в этом месте мне нужно провязать петли с наклоном влево, поэтому я в своем варианте переворачиваю эти петельки так, чтобы правая стенка была сзади, чтобы мои петли при провязывании не перекрутились, то есть если вы вяжете бабушкиными петлями у вас перевернуть надо будет вот с этой стороны справа от регланной линии. Далее мы вытянули петлю, сделали накид, снова вытянули петлю, еще один накид и достали третью петлю. Вот такой веерочек у нас получился. Далее мы провязываем ряд по рисунку и теперь смотрите, так как мы сразу сделали по 2 прибавки с обеих сторон от линии реглана, вот этот рисунок у нас получится тогда, когда мы будем делать прибавки в каждом четвертом ряду. То есть следующие 3 ряда мы провязываем по рисунку. Опять же, если мы вяжем поворотными рядами, в лицевом ряду мы вяжем лицевые петли, в изнаночном и изнаночной. Если мы вяжем по кругу, значит у нас 3 ряда пойдут дальше лицевыми, то есть при таком способе у нас получится вот такая ажурная красивая линия реглана. Хочу показать вам еще один похожий способ, только он с такой вот полоской лицевых петель посерединке и смотрится так более строго и лаконично. Итак, чем отличается этот способ. Если в предыдущих вариантах у нас стоял один маркер и не было выделено ни одной петли для линии реглана, то здесь у меня, видите, стоит 2 маркера и между ними 4 петли. То есть на линию реглана здесь я выделила 4 петельки. Итак, до маркера, до первого маркера я так же не довязываю 3 петли и точно так же провязываю эти петли с наклоном вправо. Вытягиваю 1 петля, накид, 2 петля, накид, 3 петля и всего у нас из 3 петель мы также точно вывязали 5. Далее я перекидываю маркер, следующая у меня идет изнаночная петля, она будет у нас отделять линию вот этих веерочков от линии реглана, дальше идут 2 лицевые петли и снова изнаночная, то есть вот 4 линии реглана у нас провязаны. Далее снова у меня здесь стоит маркер и вот эти 3 петли я сейчас переворачиваю для того, чтобы провязать их с наклоном влево. Точно так же 1 петля, накид, 2 петля, накид и 3 петля. Все, далее мы вяжем по рисунку и точно так же в этом варианте мы делаем прибавки в каждом четвертом ряду, так как за раз у нас с двух сторон прибавилось по 2 петельки. Давайте еще раз покажу вам, как выглядят эти регланные линии и чем они отличаются друг от друга, вот вы можете сравнить их и хочу сегодня вам показать еще один вариант прибавок для регланной линии и я бы его порекомендовала использовать в тех случаях, когда пряжа сама по себе является самодостаточной. Посмотрите, вот например, когда мы вяжем из твидовой пряжи, она сама по себе очень красиво смотрится и поэтому какие-то лишние украшательства будут здесь совершенно неуместны. Итак, мы провязали по рисунку до регланной линии, здесь у меня на регланную линию выделено маркерами 2 петли, вот они у меня маркеры стоят, если вам видно, и до первого маркера я не довязала одну петельку. Справа от маркера, смотрите, мы будем прибавки делать вот так вот, то есть нам с вами надо подцепить вот эту вот петельку предыдущего ряда за петлей, которая у нас находится на спице. Можно ее вывязать вот так вот сразу правой спицей, не надевая на левую, ну а можно подхватить ее, надеть на левую и провязать. Далее мы провязываем ту петлю, которая у нас оставалась, то есть из одной петли мы сейчас вывязали две. Так, переодеваем маркер, две петли реглана у меня здесь, точно так же можете сделать одну, можете 3, 5, как вам захочется. И слева от регланной линии мы будем делать вот так прибавку. Сначала провязали эту петлю, потом подхватили петлю предыдущего ряда и провязали ее. Опять же из этой петли мы вывязали две новых петельки, то есть мы сделали прибавки. Далее мы провязываем по рисунку и в итоге мы получаем совершенно незаметные прибавки. Итак, мы с вами рассмотрели несколько видов прибавок по регланным линиям и я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайки, написать комментарии, сохранить это видео к себе. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия, встретимся в новых уроках, пока, пока, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова